Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 марта и несмотря на то, что снегом все здесь засыпало, у нас опять буран, у нас опять метель, у нас минус 6, минус 8 днем, а с утра было минус 15, но я все равно хожу каждый день в теплицу, смотрю показания температуры, у меня здесь включен обогрев грунта. Я сейчас расскажу, для чего я это делаю и расскажу, как высчитать точную дату высадки томатов в теплицу. Ну, я не вам расскажу, когда вам высаживать, а я просто расскажу, как я высчитываю. И в большинстве случаев я не промахивалась, всегда высчитывала точно, и все у меня получалось благополучно. Но в этом году я хочу вам уточнить и обратить внимание, еще первый раз в жизни так получилось, что нужно учитывать и погодные условия. В этом году, несмотря на то, что идет вторая половина марта, у нас зима. И видно по состоянию крыши теплицы, что снег кругом вообще. А я ведь проживаю в сибирском регионе, и нам хочется получить не только богатый урожай, но и ранний. И поэтому мы стараемся все раньше и раньше как-то обмануть природу, высадить все. Для этого инфракрасные обогреватели висят и подогрев грунта. Все это есть. Но дату высчитать очень сложно. Нужно анализировать. Я вот сейчас с распечатками сижу погодными. И если уж для опытных огородников это проблема, то для начинающих это вообще, конечно, лес густой. И не только вы можете быть начинающим огородником. Просто если вы впервые в жизни теплицу поставили, для вас, конечно, будет сложно понять, когда высаживать. Ой, извиняюсь. Начнем с того, что я каждый год примерно за полмесяца, но до предполагаемой примерно даты, начинаю делать распечатки наших синоптиков с прогнозами на 10 дней, на 15, на неделю. И я еще уточню, что я сейчас рассказываю про теплицу именно обогреваемую, где инфракрасные обогреватели, где подогрев грунта. Потому что это самое сложное, высчитать дату посева, высадки ранних посевов, посевов для получения раннего урожая, когда еще вокруг зима, когда еще вокруг холодно и некоторым страшновато. Кажется, что вот, ну как это, на верную погибель. Вот именно эти даты сложно высчитать. У меня есть теплица, которая просто с одним обогревателем наверху или с ветродуйкой. Там я высаживаю в конце апреля, и там проще определить дату, потому что там уже плюсовые температуры. А сейчас вот среди зимы, и вот в таких условиях приходится высчитывать. Самое главное, что я поняла, нужно найти среди прогнозов, я вот сейчас камеру сниму, вам покажу вот эти. Нужно найти среди прогнозов именно ту дату, когда температура будет кружиться около нуля. То есть ночная будет минус 3, минус 2, ноль. Днем будет, например, плюс 1, плюс 2, плюс 3. И этого уже достаточно, чтобы в теплице вот с инфракрасными обогревателями и с подогревом грунта установилась температура приемлемая для жизни растений. Смотрите, если будет, например, на улице плюс 2, здесь градусов на 8-10 однозначно будет выше с подогревом. А если будут солнечные дни, то даже и без подогрева. Вот в прошлом году я высаживала 25-28 марта. Но в прошлом году был год совсем другой. И там мне почти не пригодились подогревы грунта, потому что была очень теплая погода на улице. Я его только включила, и тут еще солнце греет. Вот в этой теплице было плюс 35, мы не знали, все потом обливались. Я подогрев грунта тут же выключила, и он сам по себе был теплым 15 градусов. А 15 градусов это та температура, когда можно уже высаживать растения в грунт, даже закапывать корни туда. В этом году, у меня в это время, вот вчера было минус 20, сегодня минус 15 с утра. Ну и я считаю ночные, потому что ночью они тоже здесь же будут. И поэтому совсем другая ситуация, вот совсем. Но все-таки, глядя вот на эти распечатки, я понимаю, что примерно 21-22 числа здесь будут условия, подходящие для высадки. Сейчас я вам покажу. Вот распечатка нынешних прогнозов. И высчитывая дату высадки томатов в этом году, я, конечно, ориентируюсь на даты высадки прошлого года, потому что в прошлом году опыт был положительный, такой успешный. Но я учитываю нынешние погодные условия. Чтобы высчитать точную дату высадки томатов, я, конечно же, использую свой опыт. И вот по опыту прошлых лет я знаю, что если теплица вот такая у меня оборудована системами обогрева, я просто теперь буду говорить обогреваемая, то высадку можно провести очень рано. И вот смотрите, у нас вчера 17-е было минус 19. Я смотрю на ночные, потому что ночью уже они здесь будут. Вот сегодня 18-е было показано минус 11, но на самом деле было минус 15. Еще 19-го минус 10, а 20-го уже плюс днем и небольшой минус ночью. И вот это значит, что... И вот пошло, смотрите, плюс 5, минус 1, плюс 5 днем, минус 1 ночью, плюс 3 днем, минус 1 ночью, тут 0, плюс 3. Это как раз те показатели, про которые я вам и говорила, что нужно выбрать тот период, когда температура будет около нуля, и это могут быть показатели ночью, даже минусы небольшие, а днем плюсовая температура. И вот этот предварительный прогноз, да, он немного не совпадает. В прошлом году я по такому же, он может на 3, на 4 градуса даже не совпадать, но все равно мы видим, что... Так, вот, 22-го у меня написано высадка, мы видим, что с понедельника плюс 5 дневная, плюс 3, плюс 3, плюс 4, плюс 4. Плохо, конечно, что облака, плохо, конечно, что снежинки, но все равно в теплице температура будет выше, и все равно это будет та, как сказать, та атмосфера здесь, которая растениям уже подходит. И вот 22 марта я все-таки определила, как дату высадки, если, конечно, не будет ничего, никакой катастрофической изменения, и все. Но даже если вот эта нынешняя весна не позволит мне прям закопать в грунт томаты, вот как в прошлом году я вынесла, и почти сразу уже можно было высаживать, земля была теплая. И так рано, как в прошлом году, может быть, не удастся, но они все равно будут находиться здесь, вот в теплице, видите, тут уже у меня все там тепленькое, земля, наверное, прогрелась, расконденсат, ничего здесь не замерзает уже, и даже если я не смогу высадить рано, как я повторюсь, но они уже будут находиться в теплице, и это обозначает, что они, что комнатное выращивание закончилось, и томаты уже в уличных условиях, и это будет адаптация к новым условиям, то есть к более низкой температуре, чем дома, к более высокой влажности, потому что здесь не так сухо, как у нас дома, к естественному освещению, даже если оно не очень хорошее освещение, видите, как все снегом залеплено, вообще все снегом залеплено. Вчера пытались чернить, видите, вот эта грязь, почернить снег, попытались, чтобы он под лучами солнца быстрее, ну как землю раскидали, немножко распушили, чтобы он быстрее растаял, а сегодня новым снегом все завалило. Ну и вот, они будут здесь на адаптации. Вот я вам рассказала, как я высчитываю, я уже не один год, вот по этим, по предварительным прогнозам, руководствуюсь ими, но все равно, учетываю, конечно, реальную, учитываю расхождение, и опыт тут, естественно, помогает, вот опыт прошлых лет. Я вам рассказала, но я рассказала вам самый сложный вариант, вот эта ранняя высадка, она всегда связана с риском, высаживая томаты свои в ранние сроки. Я всегда думаю об угрозе заморозков, у меня всегда есть пленки, у меня всегда есть дуги, дополнительное утепление, потому что я чувствую, что я же ответственна за них, если я их сюда притащу среди зимы, среди сугробов, я должна иметь все, чтобы их потом утеплить и обогреть. А вот следующая высадка в теплицу у меня будет только через месяц, в конце апреля. Там тоже я высчитываю дату высадки, но там высчитать все намного проще, потому что там уже снег растает, и там будет плюсовая температура, там нужно только опасаться вот этих возвратных весенних заморозков, но они у нас могут быть и в апреле, и в мае, и в июне. Все это мы как имеем в виду. И какими бы ни были прогнозы погоды, мы все равно подстраиваемся, создаем условия для выращивания своих растений. И как обычно в большинстве случаев эти труды не проходят даром, и нас вот, не знаю кто там, природа или растения вознаграждает хорошим, богатым урожаем. И главное, что ранним, для меня ранний урожай очень важно, я уже хочу свежих томатов.